кардан баланс предлагает заводской ремонт диагностику балансировку и изготовление карданных валов любой сложности на современном оборудовании звоните 8 800 555 50 37 кардан баланс друзья всем привет сегодня будет видео отдельно озвучено дома потому что в рабочем процессе просто было очень шумно озвучивать даже не пытался пробовать видео будет про detailing конкретно именно detailing то каким он в принципе должен быть максимально к этому приближенный со всеми нюансами мелочами и это все буду показывать обращать на это внимание и дополнительно потом будет нанесена защита керамическим покрытием двумя слоями все это будет видео поэтому смотрим если что задаем вопросы приятного просмотра поехали любая нормальная полировка подготовка полировки начинается с очистки кузова от загрязнений именно в этом случае мы очищали все пластилином на губке но есть пластилины именно виде пластилин и также можно все то же самое сделать пятитысячным трехтысячным трезаком зависит от того насколько глубокие были повреждения на автомобиле не царапины заклеиваются все молдинги все что может быть полиролью загрязнено на автомобиле это все у нас закрывается также заклеиваются эти линии которые могут быть сняты кругом потому что именно эти линии на мерседесах наносятся однокомпонентной краской краской кисточкой снимаются шильдики потому что под шильдиками много грязи под шильдиками невозможно выполировать отдельно поэтому все что можно снять лучше с автомобиля снять на бамперах по заклеивать вот эти вот резиновые части потому что если мы их мазнем потом просто будет очень сложно их убрать очищаем низа от мастики всяких загрязнений и приступаем к тому что готовимся к полировке просматриваем фонариком специальным колористическим фонариком на глубину риса глубины царапин какие-либо повреждения которые есть на элементах чтобы понимать какой тип полировки мы будем выбирать в этом случае хоть машина не сильно была убитая выбрали мех и начинаем с 400 мин зерны здесь применена американская полировочная американский полировальный круг он чуть-чуть полукруглый я такой круг допустим вижу впервые я не стал им работать потому что мне было неудобно работать у него очень малая площадь пятна контакта но грише им удобно и он им делал полукруглые части говорит что это немного удобнее кругов очень много выбор большущая масса я допустим работаю таким кругом плоским обычным мне им привычнее работать я его нормально чувствую паста 400 размазывается на малых оборотах размазанную до той степени пока она не станет более-менее прозрачной то есть мутность я размажу по всему элементу пасты и только после этого я повышаю обороты примерно до 1200 на мехи можно больше конечно поднимать зависит опять же то какая плоскость какие изгибы какой материал нанесен автомобиль то есть лак и все остальное то есть нет четкой задачи сказать что только на этих оборотах полируем только этим кругом и будет все замечательно подбираем способ работы конкретно ходу элемента эта машина старая лак старый лак мсовский поэтому малые обороты прогреваем щупаем рукой чтобы ничего не перегреть и нигде не закосячить работаем аккуратно но и постоянно наблюдаем за процессом на вот таком небольшом казалось бы участке работа происходит в пределах трех-пяти минут одним кругом а пока паста полностью не уйдет с элемента также здесь можно видеть что мы машины поделили пополам работают паре у гриши чуть-чуть большего размера круг у меня немного но меньше сама тарелка скорость работает этого в принципе не меняется никак все движения происходит в принципе одинаковыми машинки здесь использованы обычные орбитальные машинки то есть работа по орбите также меха можно работать эксцентриковой машинкой я здесь лично познакомиться с человеком который орбитальную машинку уже не признает он говорит я работаю полностью все на эксцентриковой машинке здесь гриша уже дорабатывать за мной это как бы чуть-чуть пропущены так гриша дорабатывает идет уже эксцентриковой машинкой пастой 3500 на мягком круге я работаю пастой 1500 миндзерновской на орбитальной машинке желтым жестким кругом моя задача здесь выбить ту риску микро царапинки которые нарисовал мех меховой круг и дать хороший глянец гриша задача мой глянец убрать оттуда видные которые голограммы потому что все равно голограмм и видный цвет темненький и сделать уже финишные завершающие хороший глянец в общей сложности на машине для полировки использовалось три круга две машинки и три пасты три круга это был мех это был поролон жесткий и поролон мягкий три пасты это 400 миндзернов 1500 миндзерна и 3500 миндзерна и две машинки это орбитальная машинка эксцентриковая машинка машинки были флексовские сути дела это не поменяет какой машинкой вы будете работать главное работать и правильно и получить итоговый результат хороший а как вы уже добьетесь его это дело каждого это может элемент полировать пять минут и поле сделать хороший результат кто-то мы не может проколупаться два часа потому что не доводит до нужных температур лакокрасочное покрытие в него ничего не получит далее убираем крышу потому что крыша нам мешала нормально закончить полировку и до полировал те этапы те места которые просто недоступны поскольку машина габриолет летом она должна выглядеть очень красиво уже более меньшим кругом на меньшей подложке прорабатываются эти участки которые были недоступны также заклеиваться сразу резинки потому что если на резинку можно пастой ей будет дрова на старое уже нормально нет периодически проверяем рукой чтобы не было перегревов и по сути сама полировка на этом уже заканчивается дальше у нас пойдет дочистка элементов в их стыковых частях специальные ковырял очками приблудами такого от рода это казалось бы обычные тампоны ушные ковыряться там всякие зубочисточки но это все нам нужно для того чтобы выколупывать загрязнение из под резинок и всех остальных мест поскольку это полировка до триллинговая то нужно все вот эти грязные участки откуда мы просто ничем даже там не полезешь ногтями уже не салфетками не выклопаешь оттуда только такими вещами все убирается как таковая полировка на этом заканчивается по сути мы кузов отполировали за с утра до двух часов дня у нас был кузов полностью отполирован все участки такие вот загрязнения мы повытирали и все машину можно по сути сдавать но у нас дальше идет керамическая защита кузова защита блеска которые мы создали обдуваем машину будет видно где нужно дотереть полироль потому что полироль где-то на торсах остается полировка полностью завершена то есть машина готова к удаче но клиент захотел защитить блеск ему предложили поэтому мы все обезжириваем спиртовым раствором 20 процентов спирта 80 процентов воды обтираю все проходим несколько раз обдуваю воздухом смотрим где возможно остались уже мельчайшие остатки полироли потому что после того как мы прошли спиртом с водой протерли спирт показывает нам прям белыми такими матовыми делать всю пасту полировочную мы еще раз вытираем обдуваем ходим смотрим на такую подготовку ходит примерно час автомобиль все проверить все вычистить все обезжирить потому что под керамическое покрытие надо все сделать идеально далее уже перед самой керамикой гриша протирается сухой чистой салфеткой убирать разводы от воды потому что все равно где-то я не дотерпу спирт в одну вот эту обезжирку ее видно берем нормальный аппликатор с нормальным на него накладкой то есть не из тряпки вырезанный кусок потому что он очень много себя впитывает керамики а то которое положено и расход керамики просто гораздо выгоднее ее нужно меньше тот же автомобиль потратить то есть экономия копеечная на инструменте материалом экономим очень хорошо у меня в руках сейчас десятка crytex это первое будет покрытие она как автономно в принципе не может существовать ее нужно будет обязательно перекрыть гидрофоба любую информацию вы найдете в интернете на русском языке потому что этот материал сделан в россии берем две чистые салфетки из микрофибры одно я буду растирать другой располировать греша сейчас чуть-чуть замахнулся очень сильно много решил и капот и крыло сразу кусками брать но потом мы перешли только делать крыло потому что температура в помещении было в районе двадцати восьми это уже как бы многовато десятка работает в пределах 30 секунд-минута ее нужно уже всю распределить и располировать если за это время мы не укладываемся это может привести к таким серьезным косякам последствиям потому что вы полировать ее уже будет очень сложно вручную если мы пойдем ее полировать механическим путем то есть машинкой от машинки будет постоянно видны такие ореолы которые пока мы не сотрем все покрытие со всего элемента они никуда не уйдет поэтому маленькие сектора очень большое внимание гриша помогает мне смотреть показывать день и дотер потому что нужно успеть в пределах минуты при нанесении вдвоем это конечно все гораздо удобнее он взял верхнюю часть крыла делает или восьмерку или крестом все движения то есть перекрывает в двух направлениях и я следом за ним сразу за располирован на всю обработку автомобиля керамикой у нас ушло три часа это вместе с подготовкой и двумя слоями керамики сейчас мы проходим десяткой весь кузов нас само прохождение вокруг машины уходит 15-20 минут потом оставляем на час между слоями потому что сразу носить керамику слой на слой нельзя и продолжаем все делать то же самое все то же самое номером 8 керамики по истечении часа восьмерка располироваться точно также только одной салфеткой с двумя смысла не имеет она уже имеет тоньше слой и совсем другие у нее характеристики и другое назначение это гидрофоб покрытие которое можно обновлять друг на друга без каких-либо дополнительных действий то есть прошло к примеру полгода моет машину обезжирили если на ней конечно не ушатали сильными царапинами машину обезжирили еще нанесли слой восьмерочки то есть десятка это именно защита лакокрасочное покрытие от царапин а восьмерка это гидрофоб который защищает десятку от того чтобы с ним легко смывали солью воды и загрязнением всевозможным и так далее с восьмеркой работа тоже нужно аккуратнее потому что у нее вообще короткий промежуток времени там до 30 секунд нужно все размыть по элементу разнести потому что она сохнет просто прямо мгновенно поэтому сектора короче скорость работы быстрее и внимание повышенное переделать элемент в принципе можно если где-то накосячили на переделать элемент придется весь его нужно будет весь наждаком выдрать еще раз выполировать и начать все сначала а это довольно таки дорого результат в принципе становится виден сразу то есть поэтапно как мы нанесли десятку результат виден восьмерку нанесли она прямо загорается загорается офигенно появляется эффект такого зеркала как бы стекла налитого на машину что ли потому его и называют жидким стеклом по сути защита автомобиля закончена остается натереть черным резинки и все остальные моменты проделать такие мелочные доводочные но это нужно делать желательно по истечению счетом 3-4 часов когда керамика станет поэтому мы просто все взяли оставили на ночь на следующий день уже делали финиш завершающие этапы по доведению автомобиля до идеального внешнего состояния гриша размывал резинки он брал американское какое-то средство честно название не запомнил сейчас будет в кадре видно хорошо поэтому кому нужно запоминайте записывайте говорит средства очень хорошие резинки не становятся глянцевыми они именно приобретают более-менее похожий вид как они были завода если резинка была глянцева на станет глянцевая допустим как колык на mercedes около бампера вот этот если резинка была матовая как боковинка у этого бампера то она будет матовым губкой все разносится она делается влажненьким потом салфеткой микрофибровой растирается гриль этот на решетке просто поменял свой внешний вид полностью то есть он стал матом серым а был матово-черным и вот эта штука восстанавливает его на пару месяцев здесь в израиле очень жарко через пару месяцев на 5 начнет мутнеть истерии все автомобиль полностью готов к отдаче выгоняем на улицу смотрим на солнце его смотрим и понимаем что два дня потрачены на автомобиль полтора дней полных работы были сделаны не зря результат конечно обалденнейший на камеру не видно всего от этого классного эффекта от проделанной работы знаете как вот когда выгоняешь автомобиль и смотрит что прохожие просто просто идут и выворачивают голову наизнанку они у меня что-то спрашивали но я не понимаю что они говорят на иврите поэтому я просто ходил вокруг с камерой и молча улыбался и и Продолжение следует... Продолжение следует... Цена работы, конечно, очень сильно отличается от регионов, от материала, от инструмента, которым мы работали. Здесь был применен фирмами керамики Crytex, машинки Flex, как я уже говорил, пасты Minzerna. Пасты не самые дорогие, но по своему качеству не уступают уже давно именитым мировым брендам. Поэтому любым материалом, инструментом можно довести автомобиль до такого состояния. Главное знать, что вы делаете. По поводу самого жидкого стекла. Стоит ли оно того, не стоит ли оно того? Я скажу так. Так, поработав здесь, в Израиле, я для себя понял тот момент, что я жидким стеклом работать буду. Потому что полировать автомобиль целый день вдвоем и потом его так отдать клиенту, чтобы он его за месяц-полтора на мойках снова ушатал, это просто обидно. То есть очень много работы проделано, а она не сохранится. Керамика же все это дело сохранит и даст в дальнейшем легкую подготовку к снова восстановлению автомобиля в хорошее состояние. По цене примерно материала было использовано где-то на 400 долларов именно материала по керамике. А по работе это уже дело каждого. То есть кто там сколько заряжает. Я знаю, кто-то тысячу долларов берет за только нанесение керамики, кто-то весь комплекс делает за 500. Это дело уже, грубо говоря, каждого. То есть какие условия, какая гарантия. И все остальное. Но керамика, когда ее правильно используют, она дает обалденнейший результат. Если кто-то умудряется накосячить, то это уже просто из-за неопытности или из-за незнания того, как конкретно этот материал нужно применять. По поводу... Как бы это сказать-то? По поводу вот этих рекламных всех роликов о том, что керамикой помазали и автомобиль начал блестеть. Все царапины сами по себе ушли. Это бред. Не путайте рекламные подходы для того, чтобы вам впарить какую-то дичь с тем, что материал, когда работает профессионально, который требует под себя отдельной подготовки. Все это рассказывается на семинарах. Все это написано в технических требованиях к работе с материалом. А то, что вы где-то просто не читаете, не дочитываете, не узнаете, не интересуетесь, это, как говорится, проблемы у каждого. Поэтому мой вам совет. Если вы берете какой-то для себя новый материал, интересуйтесь, как им работать. Есть официальные сайты. Открывайте их, читайте. Там все популярно написано. Ни один уважающий себя производитель не продаст материал просто без информации, сопровождающей к нему. Потому что применяем материал неправильно, вы его благодаря интернету сможете обострать довольно-таки успешно. Поэтому вся информация предоставлена. Ее просто нужно прочитать, переварить. Ну, я желаю всем удачи. Делайте автомобили свои красивыми. От такой работы, честно, я живу. Меня просто улыбка распирала пару дней. Я ходил, радовался, смотрел на эти фотографии. И мне было приятно, потому что полтора дня работы, ну, два дня работы прошли не зря. Я не видел, как эта машина уходила клиенту, но Гриша говорит, дедушка был очень доволен. На этом всем спасибо за внимание. Те, кто подписан на мой инстаграм, фейсбук, вконтакте, видят короткие ролики и первые фотографии о работах самыми первыми. Поэтому подписываемся, смотрим, ставим лайки. Всем удачи, пока.